Скажем, слава нашему Господу Иисусу Христу, что мы с вами находимся на этом месте, никакие силы не смогли нам помешать сюда прийти, которые противостояли нам и в виде каких-то обстоятельств, и может в нашем разуме тоже могут появляться такие мысли, что вот сколько ты уже ходишь на это место, может быть, но ничего не меняется в твоей жизни, и не получаешь, может быть, ответ на свою молитву, на свою какую-то нужду, и враг может и так противостоять нам с вами. Но мы сюда пришли на это место, чтобы нам сегодня поклониться нашему живому святому Господу, чтобы сегодня, как церковь, молиться и предстоять пред Ним, предстоять пред Ним и возносить эту хвалу Ему, потому что Он этого достоин, потому что что бы в нашей жизни ни происходило, это не знак того, что Бог у нас как-то любит или как-то не любит, это не об этом говорит, вот эти наши обстоятельства. Потому что обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, они могут для разной цели служить для нас с вами. Но какие бы ни приходили обстоятельства, мы знаем, что это все во благо нам, во благо нам. Потому что у Бога есть одна единственная цель, очень большая и очень такая великая, и очень непростая для нас с вами, это довести нас с вами до вечности. Не просто довести, чтобы мы остановились у ворот у этих, но чтобы мы с вами и могли войти туда и вместе с Господом там пребывать в вечном. А для этого Господь нам оставил с вами Слово Свое, и Дух Святой, который, Он помогает нам это Слово познавать, принимать, принимать с верою, потому что это очень важно. Потому что все вот эти ситуации, которые происходили, которые описаны на страницах этого Слова Божьего, это все происходило, и так как оно описано, мы верим так, что это так и есть. И здесь написано о многих воскрешениях, которые Господь совершал, о многих чудесах, которые Господь делал, исцелял и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И мы с вами понимаем, что вот так вот написано, и так оно есть. И очень многое зависит от нас с вами, насколько мы будем нуждаться в Господе, искать Его лица, чтобы вот эта благодать Божия и сила Божия, она действовала и в нашем сердце, и действовала в нашей жизни. И вот однажды один человек, который не ожидал, может быть, никаких уже изменений в своей жизни, больших и кардинальных таких, он встретился с людьми Божьими. Я зачитаю это Деяние Апостола в 3 глава, 3 глава с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. И знаете, вот очень много людей приходили в храм, в этот храм, и люди, которые жили в Иерусалиме, и люди, которые приходили на поклонение из разных мест, может быть, Израиля, Иудеи, и которые просто приходили из разных мест Римской империи. И вот если бы хотя бы каждый человек кинул по монетке, пусть даже по маленькой, этому человеку, то он бы стал бы очень богатый. И вот он сидел и в такой нужде, нуждался, что вот и эти люди, которые подошли к нему, они тоже кинут эту монетку. И я думаю, что он не один там сидел, правда, возле этого храма. Он не один там сидел, наверное, в такой нужде. Там много было людей, которые так же, как и он, нуждались. Как мы с вами читали, да, что вот у Вефезды там тоже много-много было людей, которые нуждались в этом исцелении. Также, думаю, здесь сидело много людей, которые знали, что идут люди. Они идут на таком подъеме эмоциональном и духовном. И особенно, когда человек идет в храм, он готов им милости не утворить какую-то, ему не жалко монетку кинуть какую-то. И вот эти люди, которые перед этим храмом сидели в такой нужде, храмые, слепые, еще какие-то, здесь этого не описано, но я думаю, это так и было. Они все нуждались в том, что кто-то им что-то кинет. И также и этот человек, он тоже сидел и, написано, пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Много людей проходило, но взгляд этого человека, он упал на Петра и Анна, которые входили в этот храм. И дальше описаны такие слова. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И мы с вами понимаем. И дальше описано, что Петр и Анна, они не себе эту славу приняли, что это не они исцелили, но исцелил это Иисус Христос. Исцелил это наш Господь. Он этого захотел, и он исцелил и совершил это чудо. И этот пример, он описан нам с вами в такое наставление, в такой пример хороший, чтобы мы с вами, приходя к Господу нашему, может быть, надеялись не на то, что Он поможет нам решить наши какие-то нужды житейского плана, какие-то нужды, может быть, вот эти жизненные. Это тоже очень важно. Но прежде всего, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа и того, чтобы Его воля, она исполнилась в нашей жизни, чтобы благодать Иисуса Христа, она наполнила наше сердце, оно оживотворило наше сердце, оно изменило наше сердце. И в одном месте такие слова написаны, это посланник Ефесянам 3.20. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего. Несравненно – это значит намного больше. Чтобы мы с вами как бы не представили в своем уме и разуме, это намного больше, и никак не сравнишь. Если на одну чашу весов мы с вами можем много там нафантазировать и положить что-то наше, то Господь, Он может несравненно больше, как написано, больше всего, чего мы просим и о чем помышляем. Вот этой силою, вот этой силою, которая в Иисусе Христе, Он может сделать несравненно больше, несравненно больше, и с такой нуждой мы с вами сегодня пред Ним предстоим. Чтобы Он сегодня что-то сделал в нашем сердце, чтобы Он как-то изменил нас с вами, потому что это в Его власти, это в Его силе, и этого Он хочет в нашей жизни достигнуть, этого Он хочет в нашей жизни совершить, чтобы мы с вами могли прославлять Его, идя по этой жизни, не унывать, не смущаться, что в нашей жизни может быть что-то не так, но надеяться на Него, как-то стремиться к тому, чтобы приближаться еще к Нему, прославлять Его. Вот сейчас мы с вами склонимся, призовем Его благословения. Где-то, может быть, надо и попросить прощения за что-то, может быть, где-то надо еще как-то в чем-то раскаяться, но мы знаем, что это все делает нас ближе к Господу, ближе к Господу, помогая нам приближаться к Нему, помогая нам становиться к Нему все ближе и ближе и ближе. И настоящее Дитя Божие, Он всегда это очень хочет, и в этом очень нуждается, чтобы делать шаги по направлению к Господу. Склонимся пред Ним и будем искать лица Его. Аминь.